Дамы и господа, сегодня в Одесском кризисном медиа-центре команда социальных инноваторов и изобретатель Борис Чуберс с темой «Как украинские школьники из Одессы впервые получили грант Международного фонда на развитие социального проекта». Меня зовут Эльмира Юбов. Знаешь, что тебя зовут? Еще раз. Эльмира Юбов. Эльмира Юбов. Сегодня я Борис Чубин. Сегодня у нас для вас хорошая новость. Впервые учащиеся Украины и Одессы получили грант от экспертной комиссии территории развития Ахалары из средств американских гарантированных фундов National of Democracy и Стиларта Мотта. Мы хотим предоставить, что это не секрет, и позже мы вам расскажем, как перейти от проекта к гранту. За эти два года мы сделали очень большой скачок в августе-летом. Мы только придумали этот проект. Уже в то время мы знали, какие у нас будут тренеры и как будут обучаться наши учащиеся, которые сейчас сидят в этом зале. Мы знали, какими качествами они должны обладать. То есть это должны были люди быть профессиональные, которые смогут уделить нашим детям время и передать жизненно необходимые знания. Сейчас, благодаря этим качествам, собственно, нашей тренерской команде и в частности команды территории развития Ахалары, каждый из наших учащихся умеет делать свод-анализ, проводить экспертную таблицу своего проекта и, собственно, в марте месяце начнет воплощать свой проект. И чтобы вы подробно немножко узнали о нашем форуме, сейчас Эльмира расскажет, а я перейду за компьютер и покажу презентацию. Как бы большое у вас подставить на камеру? Начнем с проблемы. На сегодняшний день существует низкая активность в социальной помощи людям с ограниченными возможностями. Остро стоит проблема в непонимании подростками важности социальной помощи для нуждающихся людей, детей и взрослых с ограниченными возможностями. Цель нашего форума состоит в том, чтобы привлечь подростков к социальной работе путем создания собственных социальных проектов. Также одной из целей состоит в том, чтобы повысить толерантность к обществу, к инвалидам и создать условия для их адаптации в социуме. Задача нашего проекта – обучить команды старшеклассников проектному менеджменту и помочь им в создании и разработке своих социальных проектов для помощи инвалидам. Также, собственно говоря, в нашем форуме сейчас мы пригласим капитанов наших команд. Начнем мы с команды, которая создает проект для детей с детским целебарным параличем. Они создают для них игру для мелкой моторики. Мы пригласим сюда капитана команды Григория Георгия и его команду. Здравствуйте! Меня зовут Григория Георгий, и я являюсь капитаном команды по созданию IT-проекта. И сейчас мы бы хотели немного поделиться с вами информацией о нашем проекте. Здравствуйте! Я Вадим Чигиринский, и я представляю команду, которая разрабатывает IT-проект. Итак, в арсенале относительно новых высокотехнологичных сред реабилитации, используемых в реабилитации для больных детей с различными формами детского церебрального паралича, все более прочные позиции занимают методы, основанные на использовании компьютерных программ. Применение компьютеров в реабилитационном процессе может быть весьма многогранным и обширным, но прежде всего это развивающие и обучающие компьютерные игры, ставшие одним из методов коррекции интеллектуальных, двигательных и речевых дефектов. Подробнее об этом расскажет Григория Георгий. Основной целью нашего проекта является создание развивающих игр, которые направлены на стимуляцию работы интеллектуальных данных их высших психических функций, мышления и так далее. И, собственно, эти игры направлены на развитие мелкой моторики и быстрой реакции этих детей. И подробнее вам может рассказать об этом Влад Бубровский. Меня зовут Влад Бубровский. Каждая компьютерная игра также является дополнительным диагностиком эмоционального и личностного развития ребенка. Так, любая компьютерная игра сама по себе находит ту самую связь с самим ребенком. В игре проявляются дополнительные нюансы, которые зачастую при осмотре психологом ну, как бы ускользают от него. Это позволяет специалистам уточнить полную картину имеющихся нарушений, найти более ценонаправленно путь коррекции их. Благодарим вас за внимание. Еще хотелось бы внести маленькую корректировку. Сегодня у нас, к сожалению, из-за того, что сейчас на рождения рабочего дня присутствуют только две команды. На слайде вы можете увидеть полностью состав всех десяти команд и тему проекта. А сейчас мы пригласим капитана команды Арины Мандриченко. Это проект, который занимается переводом польских народных сказок и записей их на радио. Это проект номер 2. Прошу. Здравствуйте, меня зовут Арина Мандриченко. И мы представляем международный медицинский проект, который посвящен переводу сказок в Польше. Далее расскажут участники Александра Заика и Лера Самокиш. Здравствуйте, меня зовут Саша Заика. Наш проект заключается в переводе польских народных сказок на украинский язык. Далее мы запишем их на аудиодиски, чтобы потом подали детям с ограниченными возможностями, которые, в принципе, к сожалению, не могут сами читать или узнать другую культуру. Наша задача состоит в том, чтобы познакомить украинских детей с польским народом и культурой. Добрый день, меня зовут Валерия Самокиш. И сейчас мы подбираем сказки, которые характеризовали бы фольклор и традицию Польши. На зимних каникулах мы были в университете социальных наук и рассказали о нашем проекте. Мы попросили их подобрать сказки, которые характеризовали бы нашу тему. А также хочу сказать о директоре первой гимназии в школе, где я учусь, Топчиле Миле Семеновне, которая всячески готова нам помогать. Она выделила кабинет в школе, в котором проходят встречи участников и тренеров, а также на такие встречи могут приходить дети, которым интересные соцпроекты. Это все. Спасибо. И последняя на сегодня присутствующая команда может представить суть проекта либо ее член, либо сам капитан команды Марислава Федоровича пришел сюда к кафедре и расскажите о своем проекте. Здравствуйте. Мы представляем арт-проект для детей с ограниченными возможностями. Мы делаем разные поделки, разные рисунки там рисуем. и мы хотим помочь, поскольку дети и так для них занятий, они очень устают, поэтому кроме того, что мы будем проводить разные уроки, мы бы хотели, чтобы они могли как-то отвлечься и отдохнуть. Поэтому во время занятий мы будем включать разные звуки природы для того, чтобы дети отдыхали морально. и будут разные емкости, где они смогут ощущать разные предметы. Мы в конце мы будем проводить разные выставки поделок, которые будут делать сами с детьми. Спасибо. И сейчас очень своевременно пришел еще один капитан команды, это Богдан Бивень с проектом «Развивающих для детей с детским селебральным параличем». Богдан занимается аниматорством и создает для таких детей мультфильмы. Сейчас он расскажет подробно о своем проекте, а после мы сделаем маленькое заявление о пресс-конференции, уже юналисты смогут задать вопросы капитанам команды. После вопросов мы покажем, собственно, презентацию, как и обещали, как прийти и достичь того гранта, который получил наш первый удар в свой флор. Богдан, прошу кафедры. Богдан пока прячет его за дверью, потому что оба общения с прессами, да? Наши капитанов команды еще маловато. Он тебя уже представил, пока ты за дверью был. Представляйся. Давайте мне немножко помогу. Итак, я представляю вам Богдана Пивня. Простите, Богдан немножко стеснительный мальчик. Суть проекта Богдана в том, что он открывает канал совместно со своим дорогом. Это канал в YouTube. Они вместе делают анимированные мультики для развития детей с детским целебральным параличем. Как правило, у таких детей присутствуют дефекты речи в 80% случаев из 100. И Богдана мультфильмы направлены на помощь изучению алфавита и речевых слов, и развитие речевого аппарата. Да? Давайте проводим Богдана на место, и мы сможем задать вопросы, но, к сожалению, сегодня не ему. Спасибо. Спасибо. Канал «Кладкость». Яна Евгеньевна. Подскажите, пожалуйста, какова сумма гранта и на какой срок реализации, то есть есть ли какие-то объединенные сроки, когда вы должны реализовать свои проекты, которые вы представляете? Конечно, интересный вопрос, но мы этим доведимся, но, увы, мы подписали договор, о котором идет четкий пункт о том, что сумма разглашения гранта, увы, является анонимной, но если у вас есть желание, вы можете прийти на полуфинал нашего форума, который состоится в марте, и там мы с удовольствием подадим вам смету, и каждый из членов проекта расскажет, куда была направлена часть гранта, который будет выделен на реализацию проекта. А сроки? Сроки – это март и апрель месяц проведения полуфинала и финала соревнований между капитанами команд проектов. На вопрос, сколько команд вообще участвовали? Я понимаю, что это в полуфинал десять вышли? Нет, это общая сумма десяти команд. В каждой команде четырех до трех людей, сейчас просто все из них являются участники на разных школ, и не всех смогли отпустить. Вопрос к вам лично. Что вам дает участие в этом проекте? Что-то, может быть, вы для себя поняли жизненные какие-то истины? Может быть, поменяли какое-то мировоззрение свое? Мы создадим с моим коллегой маленькую интригу. В конце пресс-конференции будет презентация, в которой мы расскажем, почему именно создали и что нам помогло создать такой форум. Но можем сделать маленькое предисловие о том, что данный форум направлен на создание, то есть, по воспитание детей, и это инкубаторы, где создаются уникальные люди, которые создают инновационные проекты для разных слоев населения. Я имею в виду не личностный рост, а в виду ваше личное отношение к людям с какими-то недостатками, к тем, для кого вы готовите свои проекты. Поменялось ли оно в ходе работы на проекты? Оно поменялось очень давно, и из-за этого следствия возник сам форум. Это был проект для слепых и слабовидящих. Я расскажу немножко позже. Почему позже? Почему сразу нельзя ответить на вопрос? Увы, пресс-конференция у вас направлена по форум, а проект этот относится немножко к другой сфере. Боря, расскажите сейчас, потому что мы уже на листом нуждаются. Чего ты писать? Я не говорю, как победителем на Индии. Мы создали проект iHelp. Он направлен для людей слепых и слабовидящих. В этом году мы стали призерами на Intel Techno 2015 года. И еще тогда, с 2013 года, наше нервное зрение поменялось, когда увидели одну деликатную ситуацию с слепым и слабовидящим человеком. Рассказительно. Это был пожилой мужчина, который не мог видеть, к сожалению. Он стоял на остановке, и группа молодежи начала над ним издеваться. А повод для этого был для того, что мужчина спросил, какой троллейбус подъезжает. И именно из той ситуации я понял, что таким людям нелегко очень жить. И решил упростить их способ жизни и вообще весь их умброс, создав прибор iHelp. Еще есть какие-то вопросы? Вы можете назвать задателем непосредственно капитаном. Но предупреждаю, что есть некоторые стеснительные у нас личности, поскольку присутствуют на таких консеренциях первый раз. Поэтому пришел относиться немножко деликатно. Скажите, пожалуйста, сколько всего у вас в линии, сколько всего этих различных проектов, которые здесь вы нам презентовали? Перечислите их в каждое название и сколько их всего общего числа? Всего десять. Они показаны тут на слайде. Сейчас у нас присутствует. Это перевод польских народных сказок. Это мультики для детей с детским цилибальным параличем. Проект, который непосредственно занимается играми для детей с детским цилибальным параличем и мелкой моторикой. И это арит терапии для детей с ограниченными возможностями. Также есть квест для колясочников и инвалидов. Справочник для инвалидов на юридической основе. И очень интересный проект, который, жаль, сегодня не присутствует. Это вышиванки для детей с ограниченными возможностями. Скажите, пожалуйста, сколько вам семь лет? Все, которые дети учатся на форуме, они являются учащимися школ от восьмого до десятого класса. Помогали ли вам взрослые в создании подобных форумов? Нет. Проект первый городской форум создавал я и мои коллеги. Взрослые особого участия в этом не принимали. Кроме команды Ахалай, которая помогла нам новыми знаниями и, собственно, гарантированием, благодаря эксплуатационной комиссии, которую мы получили. Какие у вас дальнейшие планы? Хорошо, вот сейчас вы создали эти проекты, а дальше что? Дальше, после проведения финала, эти проекты будут уже двигаться самостоятельно. И, возможно, капитан команды или капитаны команды мы точно не можем смотреть в будущем. Откроют какой-то свой масштабный проект, который может даже превзойти наш. Расскажи о одесских тренерах, которые вам закупили. Одесские тренеры, эта задумка была еще в августе 2013 года. И мы начали привлекать людей, которые сделали свое имя. Это директоры различных компаний, известные стартайдеры Одессы. Все эти люди помогли нам, потому что заботятся о подрастающем поколении инноваторов. И каждую субботу смогли уделять нам свободное время. В том числе и Академия предпринимателя помогала нам своими тренерами и обеспечивала знания для наших учеников первой городской формы. Еще что-то? У меня вопрос Первый городской. Добрый день, Первый городской. Первый вопрос. Я, так понимаю, в презентации ошибка. У вас написано мультфильмы для глухих детей, а вы говорите про детей с ДЦБ. Это два разных проекта. Ну, я не вижу здесь просто проекта мультфильма для детей с ДЦБ. Я поэтому уточняю. Да, это потому что Богдан Новый Шмин, он присоединился неделю назад и команда его состоит только из двух людей. А презентация уже существует около четырех недель. Хорошо. И второй вопрос. Вы сказали, что взрослые не особо участвовали, но это как бы подразумевает, что некоторое участие было. Вы меня некорректно поняли. Взрослые не участвовали в организации форума. Участие взрослых было в самом форуме и помощи со стороны тренеров. Я вспомнил. Спасибо. Еще какие-то вопросы. Вы можете опять напоминать, задать их конкретно капитану команды, либо моему коллеге и любому именеру. Дорогая академия, можно к Вам вопрос. Можете позалиться уже плодами своей работы, то есть сотрудничаете ли Вы с какими-то интернатами? Или есть реальные детки, которым Вы смогли помочь и кто-то уже может пользоваться Вашими такими изобретениями? Спасибо. В марте мы воплощаем, будем делать эти проекты и воплощать их для деток, но пока могу сказать, что проводили в начале открытия форума у Дома с Ангелом акцию, то есть сервиса к сервису, когда детки с детским целебарным парольщиком, которые выходили, получали сердечки и поздравления. Это было открытие форума, наша первая акция, но остальные более глобальные помощь проекта будет в марте месяце, когда тренеры, капитаны команды начнут работать совместно для реализации этих проектов. Еще вопрос. Приходите на полуфинал и Вы увидите четко с презентациями и определенными делами. Сейчас я покажу Вам презентацию, как прийти к гарантированию, которое сделано лично мной, и мне нужно писать, пожалуйста, за стол презентацию. Еще, прошу прощения, скажите точно, куда приходите, когда будет полуфинал? Уже известно время? Время пока не известно. Я могу Вам точно сказать, что Вы можете прийти в первую гимназию, в 26 кабинет, который находится на втором этаже. Там проходит занятие форума по субботе с часу дня до 3 часов. Мы ждем, потому что для журналистов и взрослых детей с их детьми двери нашего форума открыты. Нажми на стрелочку просто. Да. Еще раз. В общем, за пресс-конференцию было очень много упомянуто термин Ахалави, собственно. Что это такое? Ахалави существует уже с более 20 лет. Это НГО, которое пользуется гуманистической технологией. И оно направлено на то, чтобы выпускать сотни активистов, которые успешно воплощат свои идеи в жизнь. Для Украины это большой прорыв, потому что сейчас такого практически не существует. И нашему первому городскому форуму, точнее нам, создателям, посчастливилось стать такими активистами, которые воплотят нашу идею в жизнь. И стать дальше. Чему, собственно, учит Ахалави? Наш проект прошел конкурсной одной, и мы стали участником программы «Территория развития», о которой я раньше когда упоминал. Мы участвовали в тренингах по мозговому шкурму и взаимодействию с участием СМИ. Нас научили на этих тренингах стратегическому поднимыванию и командопостроению. Именно эти навыки помогли нам создать наш первый городской форум, потому что для организации детей требуется командопостроение навыки. И взаимодействие с СМИ, которое мы применяем прямо сейчас. Что такое Ахалави? Ахалави включает в себя команду тренеров близкой стаса река людей, в том числе это тренера из США, из тех общественных, откуда я вам упоминал, это фонд «Стюрита Мотта» и это «Нет». Ахалави предоставляет доступ к обучающим айслойсам и гарантовую поддержку, которую он оказывает раз в год. И платформа «Добродел». Сейчас мы работаем по такому же принципу, это принцип «Делай сам, помогай другим». На этой платформе можно зарегистрировать свою идею или дело и попасть на территорию развития, прежде чем конкурсные отборы. Тренеры помогают обеспечивать социальную работу и среду общения лидеров в гармонт. Именно там воспитываются лидеры, которые впоследствии становятся. Эта территория предоставляет материалы для самообучения и инструкцию для правильного заполнения дела и правильного продвижения. И вот, собственно, как получить грант – это тот путь, который мы прошли. Мы зарегистрировали идею или дело на платформе, использовали «Добродел» как визитку и продвигали свое дело в средствах массовой информации, а также набирали участников нашего форума. И осуществляли свой проект с помощью экспертов и волонтеров-тренеров, которые по сей день обучают участников. Мы прошли познавательные тренинги, которые в будущем будут включены в наш форум. И убедили экспертный комитет, что именно мы достойны нашего гранта. Сделаем сейчас наш проект на «Отлично» и в скором времени, в мае месяце, мы планируем провести финальную пресс-конференцию, на которой будут участвовать все десять проектов и капитаны команд и детально расскажут вам в полном объеме о своих проектах и о том, что они успели сделать. На этой части презентации у нас все.